Когда хочется развлечься, мы погружаемся в виртуальный мир. Он предстает перед нами во всей красе, позволяя наслаждаться своими богатствами. Но проходит первая эйфория, и место ее занимает тягостная депрессия. Виртуальный мир зажимает в тиски привязанности и зависимости, не оставляя сил для сопротивления. И в это время все самое ужасное и отвратительное, что в нем есть, вырывается наружу и поглощает наш разум. Темные лабиринты, жестокие убийства, кровожадные монстры, подлые предатели, страшные болезни, массовые катастрофы. Все это готово нас уничтожить. Бежать больше некуда, ведь это мания, которая отныне прочно сидит в голове. И чтобы от нее избавиться, нужно очень сильно постараться. Мы знакомим вас с худшими проявлениями цифровой вселенной. Вы увидите тех, для кого человеческая жизнь – лишь пустой звук. Страдания – пыль, а смысл жизни – деньги. Могущественные и коварные, сильные и хитрые. Те, кто захватил власть своими руками и использует ее на всю катушку. В эфире страшно интересная десятка самых опасных мафиози виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. Сегодня мы познакомим вас с десятью несомненно примечательными личностями. Каждый из них всего в жизни добился сам. У каждого из них есть своя тайна. А порой и не одна. Этим людям писан только один закон. Закон криминального мира. Мы начинаем обратный отчет самых отъявленных мафиози по ту сторону экрана. Если бы одноклассникам Вилсона, издевавшимся над ним за его полноту и неповоротливость, сказали, что этот уволень станет крестным отцом нью-йоркской мафии, они бы рассмеялись. Однако, по иронии судьбы, те самые отъявленные хулиганы, дразнившие беспомощного толстяка, стали членами банды, сколоченной Вилсоном Фиском. Жердяй вырос в громадную скалу, до которой боязно было дотронуться. А уж о том, чтобы попробовать ее сдвинуть, страшно было даже думать. Кинг Пинг стал настоящим королем преступного мира Нью-Йорка. Ни магия, ни гидра, ни гнучия, никакая другая семья или банда не были для него помехой. Его люди с неправдоподобной легкостью и необычайной жестокостью расправлялись с членами конкурирующих группировок и их главарями, добавляя своему хозяину авторитета в бандитских кругах. Он особо ценил тех, кто был неизменно ему предан, таких как Булзай, и готов был отдать жизнь за патрона. Именно благодаря своей армии и преданным помощникам Кинг Пин из The Punisher не только стал тем, кем стал, но и заслужил десятую позицию в перечне самых отъявленных мафиози. Город Желтого Дьявола не знал покоя никогда. В нем словно ничто не подчинялось законам правопорядка, а всей деловой жизнью управляла мафия. Одним из настоящих монстров этого дела был дом криминальной семьи Франчетти Дядя Полли. Могущественный и властный наркоторговец ему было плевать на то, что скажут другие. Людей он считал просто вещами, нужными для достижения своих целей. Особенно Полли не любил, когда кто-то вмешивался в его дела. С этой целью мафиозный лидер вырастил для себя целый отряд киллеров, расправляющихся с неугодными хозяину людьми. Причем ни с одним из своих солдат Полли никогда не встречался лично. Он ограничивался отдачей приказов, записанных на видео. Одним из головорезов дяди Полли был Джеки Эстакада. Парень, подобранный на улице еще мальчишкой и воспитанный боссом. Однажды, когда Джеки стал более не нужен Донну, Полли решил убрать его, но столкнулся с необъяснимыми, ужасными силами. Тело парня принадлежало сверхъестественной тьме, которая сделала его бессмертным и наделила нечеловеческими способностями, когда он оказывался в темноте. Воспользовавшись солнечным затмением, Джеки отомстил своему так называемому воспитателю за убийство любимой и загубленную юность. Хитрый и коварный Полли Франчетти из The Darkness, победить которого смогло только порождение вечной тьмы. Он занимает сегодня девятую строчку. Преступность не знает преград, и человеческая жизнь в криминальных группировках не стоит ломаного гроша. По крайней мере, это всегда относилось к колумбийским наркокартелям, где простые люди существовали на правах рабочих муравьев. Одним из таких отвратительных муравейников в Тихуане правил Мануэль Сарагоса. Своей шикарной вилле, откуда он управлял всеми грязными делами, он был боссом-боссом. В Тихуане Сарагосе принадлежали бесчисленные наделы земли, местные казино и многие другие так называемые деловые конторы. Его влияние распространялось над большей частью островов Тихого океана и даже многими территориями США. Он был окружен полками верных солдат, вооруженных до зубов. Его жестокости до смерти боялись враги. А за его головой охотился еще один воротилок криминального мира Шон Колдоран. Беспринципный Колдоран сначала захватил клуб Сарагосы, потом его казино. Позже он проник в его особняк и, казалось, кончились дни этого непобедимого наркобарона. В очередной раз одна акула преступного мира сожрала другую. Мануэль Сарагоса, бывший неофициальный хозяин Тихуаны из 25 to Life, навечно упокоился в своем доме на восьмом месте нашего списка. Дадим вам передохнуть пару минут. Это страшно интересная десятка самых опасных мафиози из цифровой вселенной. Не переключайтесь. Виртуальный мир настолько скупно порядочных людей, что их едва ли найдется больше соли. Зато мошенников, убийц и предателей здесь миллионы. Мы продолжаем знакомить вас с наиболее опасными из них. Многострадальный Нью-Йорк буквально трещал по швам от обилия банд и преступных группировок, стремившихся держать весь бизнес под контролем. От этого у полиции трещала голова, а на улицах мегаполиса каждый день трещало оружие, как табельное, так и бандитское. Стволами черный рынок обеспечивал делец по имени Винни Ганитти. Он развязал кровавую уличную войну со своим главным врагом Владом Лемом за лидерство на черном рынке оружия. К своим врагам Винни и его банда были беспощадны и щедро нашпиговывали тела врагов свинцом. Однако даже на такого прожженного криминального туза нашлась управа. Злую шутку с Винни сыграл его заклятый враг Влад. Он использовал слабость вини к бейсболу и заложил взрывчатку в голову кукольного костюма капитана бейсбольной биты, любимого героя Винни. Ничего не подозревающий делец надел костюм и понял, что если снимет голову куклы, она взорвется. Чем и воспользовался Влад, нажав кнопку детонатора и нейтрализовав одного из самых опасных мафиози города. Король оружейного рынка Нью-Йорка Винни Ганитти из Max Payne 2, обхитренный своим конкурентом, взорван на седьмом месте нашего хит-парада. Он потерял все. Построенную им самим наркоимперию. Привычное окружение, друзей, авторитет в преступном сообществе. Он чуть ли не лишился жизни и свободы. Но Тони Монтана не был бы самим собой, если бы не решился, несмотря на все трудности и лишения, начать с нуля и вернуть себе то, что у него отобрали. Сколотив новую банду, этот отчаянный малый начал новое восхождение вверх по преступной лестнице, наплевав на закон и моральные устои. Он планомерно, без столики жалости, убирал одного конкурента за другим, не особо выбирая методы. Преступления стали еще более дерзкими. Убийствия более изощренными и кровавыми. Отношение к мафиозным главарям нетерпимо. Каждый новый поступок Тони казался вызовом полиции, преступному миру и всему обществу. Монтана словно самоутверждался таким образом, пытаясь доказать миру, что он все тот же король, которого раньше боялись и уважали, и что он вернулся в свое королевство. Вернулся, чтобы расправиться с самозванцем, своим заклятым врагом, из-за которого лишился всего, с боливийским наркобароном Алехандро Соса. Расправиться, чтобы надеть на свою голову, принадлежащую только ему корону. Упорство, с которым Тони Монтана из Scarface The World is Yours, несмотря на все решения, решил во что бы то ни стало вернуть себе положение в преступном мире, ставит его на шестую строчку списка самых одиозных мафиози виртуального мира. Нужно быть сумасшедшим, чтобы довериться южноамериканскому наркобарону. Особенно, если речь идет о заказном убийстве. Рамон Солана на своем примере доказал, что во главе преступной империи может стоять только крайне коварный и циничный человек. Он бессовестно использовал наемников для достижения своей главной цели – захвата власти в Венесуэле. Опираясь на своих головорезов и армию, он стал диктатором этого богатого нефтью государства. С его приходом к руководству страны жизнь простых людей не стала лучше. Наоборот, она превратилась в кромешный ад. Боевики семи противостоящих группировок, борющихся за контроль над нефтяными запасами и недовольных политикой бывшего гангстера, устраивали перестрелки как с правительственными войсками, так и друг с другом. Прямо на улице городов. Страну захлестнули убийства, взрывы, разрушения. Венесуэла погрязла в гражданской войне. И все это благодаря тому, что власть узурпировал тот, кто еще вчера тоннами продавал кокаин, убивая этой отравой тысячу людей и ломая жизнь миллионам по всему миру. Прячущийся под личиной законно избранного президента Венесуэлы наркобарон Рамон Солана из Мерсенарис-2, пятый в списке виртуальных мафиози. Русская мафия давно пустила корни по всему миру, в особенности в самых плодородных его местах. Одним из таких благодатных местечек оказался город Либерти-Сити, где братва чувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Верховодил всей русской шайкой Михаил Постин, 45-летний бизнесмен, владелец ковары-клуба «Перестройка», живущий в шикарном доме на Шинкок-Авене. Особый характер его занятий наложил на Михаила свой отпечаток. Из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам Постин стал склонен к частым и резким перепадам настроения. Это порой очень плачевно сказывалось на простых людях. Обезумевшему русскому ничто не стоило заказать того или иного человека просто так. По пьяной прикате. И однажды, когда чаша терпения переполнилась, с Михаилом решил покончить его главный поверенный в делах, его правая рука Дмитрий Раскалов. Используя Ника Белича в качестве исполнителя, Дмитрий уничтожил своего ненавистного босса прямо на крыше его же клуба. Живущий на широкую ногу Михаил Фостин из ГТА-4 оказался четвертым среди самых могущественных и опасных мафиозей. Им неведома жалость. Они не останавливаются на достигнутом. Они распоряжаются человеческими жизнями с легкостью богов. Они непревзойденные лидеры по ту сторону, законом. Прямо сейчас мы покажем вам трех людей, оказавшихся самыми могущественными мафиози виртуального мира. Гонконгский полицейский по прозвищу Текила на своем веку повидал немало бандитов. От хулиганов из мелких уличных банд до авторитетов крупных преступных империй. Со всеми у него был разговор короткий. Либо ублюдок сдавался, либо за Текилу говорили его пистолеты. Но один негодяй стоял особняком. Мистер Вонг был не только главой триады, китайской мафии, но и отцом его жены. Текила был в неведении до того момента, пока не отправился в Чикаго вызволять жену и дочь из рук русской мафии. Несмотря на все его усилия, жена погибла, а дочь пропала. Именно тогда он и понял, что за всеми этими бесчеловечными преступлениями стоит сам Вонг. Русские мафиози украли дочь главы триады, чтобы она дала показания против отца. Жалкий, бессердечный старикашка, трясущийся за свою преступную власть, приказал убить ее и схватить внучку в качестве заложницы. Глупец не представлял себе, что этот поступок станет миной замедленного действия под фундаментом его империи. Ведь совершив его, он навлек на себя гнев Текила. Беспринципность и бесчеловечность, с которой Вонг из Стрэнгхол обошелся со своей родной дочерью и внучкой, позволяет ему занять третье место в табеле о рангах самых безжалостных мафиози игрового мира. Быть боссом мафии – дело сложное. Вести криминальный бизнес к процветанию, когда на хвосте висят копы, а за углом прячутся конкуренты со стволами. Это по зубам далеко не каждому. Однако дельцу из города City of Lost Heaven, Дону Сальери, это удавалось блестяще. Этот человек в своей жизни прошел через очень многое и научился хладнокровно относиться к большинству вещей. Даже к деньгам. Он был далеко не тем заносчивым мальчишкой, способным потерять голову из-за пачки зелени. Главной ценностью для него было положение, которое он зарабатывал потом и кровью. Его картель проворачивал нелегальные сделки в огромных масштабах. И все, не согласные с этим, тотчас отправлялись к праотцам. На пути к своей цели Дон Сальери не останавливался ни перед чем. Руками подчиненных он расправлялся с конкурентами, полицейскими и даже друзьями. Все моральные принципы отступали на задний план. Важным было лишь одно. Бизнес. Мафиози чистых кровей, умелый бизнесмен и хладнокровный каратель Дон Сальери из мафии The City of Lost Heaven обосновался на почетном втором месте нашего топ-листа. Кто зубами выиграл победу в сегодняшнем соревновании? Об этом вы узнаете после того, как мы напомним вам, кто еще претендовал на страшный титул победителя. Нашу десятку открыл Кинг Бин из Панишер, толстяк, доказавший себе и всем свою значимость. На крови. Девятое место занял одиозный лидер нью-йоркской мафии Поли Франчетти из The Darkness, уступивший лишь противоестественным силам в борьбе за могущество. На восьмой позиции наркобарон Мануэль Сарагоса из 25 to Life, ставший практически негласным лидером Колумбии. Седьмым в нашем списке числится Винни Ганити из Max Payne 2, человек, развязавший преступную войну за лидерство на рынке оружия. На шестой строчке обосновался легендарный Тони Монтана из Scarface The World is Yours, человек, по крупицам собравший свое могущество. В середине нашего хит-парада коварный и циничный Рамон Солана из Mercenaries 2, ставший во главе своей страны и обративший жизнь ее населения в сущий ад. Четвертым среди самых опасных мафиози признан Михаил Фостин из GTA 4, предводитель русской братвы, процветающей в США. Третье место отдается престарелому китайцу Вонгу из Стрэнгхолл, убившей чужими руками свою дочь и похитившей внучку. В серебро в состязании мафиози взял Дон Сальери из Mafia The City of Lost Heaven, которого было невозможно остановить на пути к цели. А теперь присягните на верность победителю сегодняшней десятки. Дон Корлеоне. Его имя это название маленького сицилийского городка, откуда он сбежал в юном возрасте, спасаясь от головы мафиозного клана, вознамерившегося его убить. Прибыв в США, он, не имея средств к существованию, ни образования, ни родственников, за несколько лет сколотил самую могущественную мафиозную семью Нью-Йорка, если не сказать всех штатов. Имя Корлеоне стало символом безграничной власти и безнаказанности. Политики, судьи, высокопоставленные чиновники и полицейские были марионетками в руках уважаемого Дона. По его приказу совершались тысячи преступлений, от мелкого хулиганства до особо жестоких убийств. Однажды брошенная главой семьи фраза «Ничего личного, это лишь бизнес» стала для мафиози оправданием многочисленных, безжалостных, кровавых и бессмысленных расправ. Его империю пытались разрушить, но шестеренки, построенного этим гениальным часовщиком механизма, продолжали исправно вращаться. Дона ненавидели и боялись, но были и те, кто уважал его и даже боготворил, ведь он придерживался собственного кодекса чести. Впрочем, это не оправдывало его преступные деяния, ставя Дона Корлеона из «Год Фазер Зе Гейм» на законное первое место среди всех мафиози виртуального мира. Только что вы познакомились с десятью самыми отъявленными лидерами преступного мира по ту сторону экрана. Искренне не желаем вам встретиться с их прототипами в реальной жизни. Лучше дождитесь следующего выпуска нашей программы, чтобы вновь окунуться в пучину виртуальных страхов и ужасов. Ведь человек любит, когда ему страшно и интересно.